Привет, друзья! Мы снова учим английскую грамматику с помощью фильмов. И сегодня снова с помощью фильма Forrest Gump мы будем учить абсолютно другую грамматику. В прошлый раз мы с вами учили префиксы и суффиксы. Сегодня с помощью этого же фильма мы узнаем, чему Forrest Gump может нас научить в отношении условных предложений. Это сослагательное наклонение в русском языке строится не так, как оно строится в английском языке. И сегодня мы об этой разнице поговорим. Наше видео по фильмам теперь будет, дорогие друзья, строиться так. Два раза вы будете слушать эпизод, мы будем вам его проигрывать. Потом я буду вам его объяснять, и потом у вас будет возможность повторять за эпизодом еще один раз. Таким образом, если у вас нету, а многие из вас, к сожалению, нету практики, чтобы практиковаться с носителями языка, у вас будет возможность слушать и повторять и слышать фразу несколько раз, что будет очень полезно для вас. Итак, jump on the board, guys. Let's start. Поехали! Итак, для начала поговорим о Zero Conditional, нулевое условное предложение. Мы используем его, чтобы говорить об очевидных вещах, о том, что случается всегда, постоянно, так всегда происходит. Если растопить лед, он растает. Если нагреть воду, она закипит и так далее. Давайте назовем Zero Conditional Captain Obvious, Капитан Очевидность. Капитан Очевидность. Он нам часто сообщает очевидные вещи. Так сделаешь, так будет. Один простой пример, что вы лучше это поняли. If you drink, don't drive. Если пьешь, не садись за руль. Базовая прописная истина. Тут нету отсылки ни к будущему, ни к прошлому. Просто все в настоящем времени. Это Zero Conditional. Смотрите, как он строится. If you drink, don't drive. Мы используем в обоих частях. В части if и в части результата. Назовем ее вторую часть. Часть результата. Мы используем в обоих частях present tense. Настоящее время. Либо во второй части, как вы видите в этом примере, if you drink, don't drive, может использоваться повеление. Делай что-то или не делай что-то. Еще раз. Zero Conditional. Прописные истины. Капитан Очевидность. Present в первой части. Present и во второй части. Либо повеление. Давайте теперь посмотрим, как эту тему можно встретить в Форрест Гампе. Sit down if you want to слышим мы здесь. Садись, если хочешь. Или if you want to sit down. Мы можем поменять расположение этого, поменять порядок. If you want to sit down. Хочешь, садись. Прописная истина. Captain Obvious. Все очевидно. Хочешь, садись, не хочешь, не садись. Нету отсылки ни к какому времени, ни к будущему, ни к настоящему. Все в настоящем. Еще один пример. If you're ever in trouble, don't try to be brave. You just run, okay? Just run away. Just if you're ever in trouble, don't try to be brave. You just run, okay? Just run away. Что значит? Просто если ты когда-нибудь попадешь в беду, не будь храбрым, просто беги. Слышишь? Просто беги. Это прописная истина. Она дает ему правила. Каждый раз, Форрест, если у тебя будут проблемы, если ты будешь в опасной ситуации, беги. Поступай так. Zero Conditional, еще раз, отвечает за правила, очевидные истины, то, что всегда является правдой. Давайте послушаем эти два отрывка еще раз. Sit down if you want to. Just if you're ever in trouble, don't try to be brave. You just run, okay? Just run away. Следующий Conditional. First Conditional. Он уже отвечает за то, что либо произойдет, либо может произойти в настоящем или будущем. Если ты мне позвонишь, я пойду с тобой на дискотеку. Не позвонишь, не пойду. Вот так. То есть, если будет А, то будет и Б. Не будет А, не будет и Б. Но важное слово. Это может случиться. Это возможные события. Дорогие друзья, Zero и First Conditional возможны. Они вероятны. Они могут произойти, либо произойдут. Как строится первый Conditional? Вы в части снова Present. Во второй части Will плюс глагол. If you call me, I will go with you. If the weather is fine, I will go for a walk. Если погода хорошая, пойду на прогулку. Только, пожалуйста, будьте внимательны. Не говорите If you will call me, I will go with you. Just if you call me, I will go with you. Давайте теперь послушаем, как используется First Conditional, Forrest Gump. I have a feeling, if we had two east, we'll find some shrimp. So take a laugh. I have a feeling, if we had two east, we'll find some shrimp. So take a laugh. Перевод. У меня такое чувство, если мы направимся прямо на восток, то мы найдем там креветок. Так что поворачивай налево. Видите, здесь работает правило? Если будет А, то будет и Б. Если мы повернем и поедем на восток, тогда мы, возможно, найдем креветок. Вот он, First Conditional. Если будет А, то будет и Б. Еще один пример. Перевод. Я позабочусь о тебе, если ты заболеешь. Если ты заболеешь, А, я о тебе позабочусь, Б. Ты, конечно, можешь и не заболеть, тогда мне не придется о тебе заботиться. Еще раз видите, первый Conditional отвечает за вероятные, возможные события настоящим или будущим. Если будет А, то будет и Б. А теперь давайте послушаем оба отрывка еще один раз. Кстати, наши учителя в школе English School с радостью помогут вам попрактиковать тему Conditionals. Ссылка в описании. А мы продолжаем. Теперь, друзья, Second Conditional. И вот начиная с Second Conditional, второй, третий Conditional, важное слово, они нереальные. Это ненастоящие, нереальные Conditionals. Было бы что-то, тогда было бы другое. Было бы А, тогда было бы Б. Но А не было, поэтому и Б не было. Окей? Как мы строим второй Conditional? В части if нам нужен past simple, и во второй части would и глагол. Например, простой пример. If I knew his number, I would call him. Но я не знаю его номер. If I knew, смотрите, если бы я знал, if I knew, past simple, I would call him. Тогда я бы позвонил. Would и настоящая форма глагола. I would call him. If I knew his number, I would call him. Но это воображаемая ситуация, потому что его номера я не знаю. Теперь еще один важный момент. Смотрите, второй Conditional это настоящее и будущее время. Он не говорит о прошлом. Я еще раз повторю. Второй Conditional не имеет в виду прошлое. Он говорит о настоящем или будущем. Давайте посмотрим, как второй Conditional используется в Форест Гампе. Перевод. Так вот, вы бы не поверили, если я вам рассказал бы. Опять же, это воображаемая ситуация. Вы бы не поверили, если я бы вам рассказал. Было бы А, было бы Б. Или не было бы А, тогда не было бы Б. Окей? Еще один пример. Перевод. Если бы это не было бы напрасной тратой хорошего рядового, я бы вас рекомендовал бы в офицеры. Рядовой Гамп говорит, мы слышим в этом фильме. Итак, опять же, бы и бы и бы. Если бы что-то было, тогда что-то бы я бы сделал. Но это будет напрасная трата времени в нашем случае. Итак, мы гадаем, что было бы в настоящем или будущем. Ключевое здесь слово – бы. И это второй Conditional. Давайте послушаем оба отрывка еще один раз. Теперь третий Conditional. Довольно-таки сложный, наверное, самый сложный. Это воображаемые события из прошлого. Если бы тогда в прошлом что-то бы было, тогда в прошлом было бы А, тогда тогда же в прошлом было бы Б. Как строится третий Conditional? В части if – past perfect, то есть had плюс третья форма глагола, в результате would have плюс третья форма глагола. Вот такой пример. If we had left earlier, we would have caught a train. Если бы мы вышли раньше, мы бы успели на поезд. Вся эта ситуация, друзья, случилась в прошлом. Поезд уже ушел, мы на него опоздали, ничего не поделаешь. Окей? Вот это отвечает третий Conditional. Бы да кабы, но только из прошлого. Второй Conditional – бы да кабы, настоящее будущее. Третий Conditional – бы да кабы, но прошлое. Окей? Теперь третий Conditional в Форрест Гампе. Перевод примера. Если бы Бог хотел, чтобы все люди были одинаковыми, он дал бы всем на ноги скобы, говорит мама Форреста Гампа маленькому Форресту. И здесь мы видим третий Conditional. Если бы тогда в прошлом Бог хотел бы что-то, он бы тогда в прошлом дал бы людям скобы. Обратите внимание, как он строится. Еще один пример. Перевод. Если бы я знал, что это будет наш с бабой последний разговор, то тогда я бы сказал бы что-нибудь получше ему. Итак, он вспоминает про прошлое и говорит, тогда в прошлом, если бы я знал, что мы последний раз говорим, потому что баба умер, я бы тогда в прошлом сделал бы что-то по-другому. Опять же, бы да кабы, но в прошлом. Давайте послушаем теперь эти два момента еще один раз. Еще один момент, касающийся условных предложений, которые мы слышим в этом фильме, это конструкция I wish plus past. I wish I had something. I wish I had a MacBook. Хотел бы, чтобы у меня был MacBook, но у меня его нет. Я недоволен нынешней ситуацией. Хотя мы используем past, I wish I had, мы сетуем на то, что сейчас что-то не так, как мы хотели бы. В начале фильма Форрест Гамм говорит такую фразу. I wish I had shoes like that. I wish I had shoes like that. Перевод. Жаль, что у меня нет такой обуви. Он смотрит на обувь соседа и говорит, hey, я бы тоже хотел, чтобы у меня такая была обувь. Он выражает недовольство, как бы, нынешней ситуацией. Мне тоже такое хочется. Итак, еще раз. I wish plus past, но мы сетуем на ситуацию сейчас. И давайте послушаем еще раз. I wish I had shoes like that. Друзья, я надеюсь, это видео было полезным для вас. И скажите, как вам учить грамматику по фильмам? Скажите в комментариях. Мы будем очень признательны. Друзья, это был Max English Show. Увидимся очень скоро.